Здесь все очень-очень просто. Первое. Я сам этот мальчик и зато. Не терплю вот этого военного снобизма, типа не воевал, не служил, не можешь говорить. Нет, все могут говорить. И центральная мысль была такая, если нас пытаются заставить плакать противник, мы должны смеяться ему в лицо. То есть они говорят, что а то это трагедия, а мы говорим, а то это весело. Они говорят нам, что хлопцы там паневолыни, а мы говорим, что хлопцы сами это выбрали. Что не надо жалеть наших военных, они сами кого хочешь пожалеют, что это здоровенные мужики, которые там как минимум знают, что делают, а как максимум еще удовольствие получают, по крайней мере некоторые. Он встал, пошел мне на встречу, я пошел ему на встречу. Уже хотел поговорить по-мужски, вот я делаю уже гимн на встречу, видите, он меня пытался ударить, но он не достал. Вы не представляете, какой резонанс и ажиотаж вызвала Русь-Украина. Ко мне подходят на улицу по 20 человек в день и благодарят за привнесение этой идеи. Масса. Куча видеороликов, куча фильмов, куча проектов флагов уже выложили, гимнов и всего остального. На народе сразу бах, креативная жилка, можно творить, мы дали возможность творить. Украинцы одна из самых творческих наций в мире. Насколько власть сейчас прочна? Это прочная власть? Ну, рейтинги растут. Где мы видели президента украинского, у которого на третьем году рейтинги растут? Это же невозможно. Здравствуйте! Политека онлайн в эфире, я Инга Мизерия. Традиционно в четверг в 16 у нас Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Мы с вами неделю не виделись и сразу с вами уже два скандала. Мы о них обязательно поговорим. Но первое, чтобы я хотела вас спросить, все-таки то, что важно не для медиапространства, а для всей страны. Железный купол будет? Ну, процедура такая. Значит, американский конгрессмен внес вопрос о том, чтобы, точнее, постановление о том, чтобы Министерство обороны США рассмотрело вопрос передачи двух батарей железного купола нам в Украину. Тут надо сразу понять, что это оружие, которое там, ну, не спасет полу Украины, не накроет этим железный купол и так далее. Одна батарея накрывает 15 на 10 километров. Это либо средний город, Мариуполь, условно говоря. Ну, Мариуполь и то побольше будет. Либо район обороны частей, там, нахождение частей, либо крупные объекты инфраструктуры, например, там, атомная станция, гидроэлектростанция, склады с боеприпасами, склады с топливом, ну, что-нибудь такое. И всего такие две батареи, они, как бы, радикальную ситуацию не изменят. Но сам факт передачи нам новейшего оружия, который управляется искусственным интеллектом, обучение специалистов, интеграция, это очень важный момент. Ну, и прикроет, в конце концов, что-нибудь. Мы же видели обстрел в Краматорском, мы видели обстрел в Мариуполе, вот как раз железный купол сбивает такие ракеты. Нам по карману его использование, ведь там каждая ракета стоит просто огромное денег. 90 тысяч долларов. Дело в том, что мерить надо не так. Надо мерить, возможно, ущерб, который предотвратил. Если ущерб был на 9 миллионов долларов, ракета стоила 90, то, конечно, по карману. Я хочу напомнить, что это прямой эфир. У меня вот планшет в руках. Не зря я не смотрю видосики в ТикТоке во время эфира. Я читаю ваши вопросы. Там есть любопытные видосики попадаются. Которые вы пишете Алексею Арестовичу. Задаю самые важные, самые интересные. Темы могут быть любые. Так что пишите, пожалуйста. Алексей, ну, собственно, к последним скандалам. Теперь к скандалам. Очевидно, Арсен Борисович Аваков и другие люди нашли ваше видео 2017 года. Может быть, это алгоритмы Ютуба или у вас какие-то другие предположения на этот счет. Почему реакция поступила на видео именно 2017 года? И все-таки ваши слова, которые были там сказаны, насколько вы сейчас считаете так же? Ну, во-первых, как бы то, что видео 2017 года показывает, что на несколько вещей первого у них нет ничего более актуального, свежего. То есть это же надо начинать политический сезон. Именно это сделал Аваков с видео 2014 года какого-то там очень узкоспециализированное видео на одном из интернет-каналов. Тем не менее, это значит, сидят люди, отсматривают и нашли. Нашли жареный факт, решили подать. Значит, бывший министр внутрых дел с объемом власти, наверное, как у премьер-министра, не меньше. Ничего не находит лучшего, как стартовать новый политический сезон. Он сделал три вещи. Первое, это фото с функционерами бывшего народного фронта. Потом на форуме ЕС. Потом фото с функционерами евросолендарности. Ну, заявка на оппозиционность, да, как бы. И потом, значит, придолбался к видео Аристоевича. Причем, как под копирку эти слова повторили. Там, самая жена офицера, значит, и так далее, и так далее. Не знаю, некоторые другие смешные деятели. Ну, это как бы то, что непосредственно вытекает. Что еще? Как я отношусь к этому? Смотрите, да, это же видео. Тут вопрос, там, те посты, которые я видела, те, кто там, лидеры мнений, да, писали о том, что... Лидеры мнений. А то это курорт для мальчиков, да, то, что вы сказали. Что к ним обращались военные, фронтовики, которые возмущены. Вы слышали непосредственно от фронтовиков, от родственников погибших, к вам какие-то комментарии на эту тему непосредственно? Нет, мне пишут в личку разные люди и выглядят это пополам. Молодец, все правильно сказал. Ах, ты гнида, значит, ты вот так вот оскорбил всех там, кто умирает и погибает. Здесь все очень-очень просто. Первое. Я сам этот мальчик из-за того. Если бы я с дивана это сказал, то это одно дело. А поскольку я сам оттуда, понимаете, да, я говорю про своих и про себя в таком же положении. Поэтому, ну, это очень смешная предъява. Любой человек, который отвоевал, может иметь мнение о том, что такое война. А кроме того, даже тот, который не отвоевал, он тоже имеет право. Право на то сказать, что такое война, учитывая, что вообще в стране свобода слова. Я, например, будучи военным человеком, все равно не терплю вот этого военного снобизма. Типа не воевал, не служил, не можешь говорить. Нет, все могут говорить. Без вопросов. Во-вторых, как бы, ну, надо же понимать, как это видео записали. Это конкретный контекст. Я приезжаю зато, меня журналисты просят навстречу. Значит, и предварительно, до того, как начали это снимать, разговор был такой, что вот, может, там зря все это, может, зря гибнет, может, зря там находятся вообще плачь, плывай качь, страждание, 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 страждание. А я тогда очень плотно занимался российским информационным влиянием и внутренним нашим плачем. Я вижу, что они синхронизированы, во-вторых, во-вторых, и основная прокачка идет, что служить не надо. И тогда же военкоматы начали докладывать о том, что количество желающих упало 17 лет. Это слегка взбесило. И я, как бы, там уже 12 или какая-то минута разговора, бесконечная вот эта нахачка и прослезы. Тема была очень конкретная. Информационная война, которая приводит к снижению популярности службы в армии и все остальное. Я сказал, ребята, не надо плакать. Все военные, это люди, которые добровольно избрали свою профессию, они там получают удовольствие в массе своей. Потому что, если ты настоящий вояк, как бы военный такой, то ты любишь войну. Ты вот на природе, как бы, тебя, это твоя стихия. Как летчик любит небо, хотя в небе случаются авиакатастрофы и так далее. Происшествие, вообще опасная профессия. Как альпинисты любят горы, хотя там тоже смертей хватает и всего остального. И прочее, прочее, прочее. И центральная мысль была такая. Если нас пытаются заставить плакать противник, мы должны смеяться ему в лицу. То есть они говорят, что а то это трагедия, а мы говорим, а то это весело. Они говорят нам, что хлопцы там паневолыни, а мы говорим, что хлопцы сами это выбрали. Что не надо жалеть наших военных. Они сами кого хочешь пожалеют. Что это здоровенные мужики, которые там как минимум знают, что делают, а как максимум еще удовольствие получают, по крайней мере, некоторые. Вот. Они вырезают контекст. Из контекста кидают в тикток. Делают вирусным. А потом в сопровождении заявлений политических тяжеловесов придают этому такое значение. Ну, все. Вся история. Второе. Буквально вчера Украина-24, Василий Голованов, ведущий, его шоу, Андрей Белецкий, который, кстати, тоже иногда бывает гостем наших эфиров, и вы обменялись очень нелицеприятными выражениями. Из-за чего это происходит? Это просто как бы когда два скандала в течение одной недели, то вопрос это продуманно или просто так получается? Ну, всегда есть соблазн сказать, что там Белецкий, это Петрушка Авакова. Аваков приказал, и они побежали все дружно, потому что по мне высказывались там все эти шавки Авакова, типа Титанова Джексона, типа Дей-Дея там и так далее, и так далее одинаково. Ну, туда же мог побежать и Белецкий, на самом деле, иметь такую задачу. Ну, знаю Андрюшу немножко, он слишком простого для этого. Я его когда, скорее всего, задачи никаких он не выполнял, я его когда лично заделал, он как бы подпрыгнул там и начал кипятиться. Ну, а может и выполнял, кто его знает, в конце концов. Проясните нам, пожалуйста, момент, вот что произошло. Я хочу, чтобы на экране показали, потому что это один из журналистов, по-моему, Макс Назаров, да, выложил видео, там, где не очень хорошее качество, не совсем понятно, произошла ли драка. Да, вот прокомментируйте видео, пожалуйста. Да, никакой драки не было. Он встал, пошел мне навстречу, я пошел ему навстречу. Уже хотел поговорить по-мужски, вот я делаю уже ему навстречу, видите, он меня пытался ударить, но он не достал. И тут же между мной, ну, точнее, он достал на излете, там еле-еле, значит, между мной и им стал Вася Голованов, а потом уже другие участники программы, потом уже подбежала охрана. Вот я ему там пару ласковых сказал за это время, как бы, ну и все, вся война. Его охрана вывела под белые ручки и отправила вас в ЯС. То есть после эфира вы не общались, то есть чего-то, что не попало в кадр? Он там подпрыгивал со своей охраной дружненько, он же никогда не ездит один, у него там бусик, у него там джипик, и эти мужественные парни стояли там, меня ждали, 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 переждали, и я просто ушел через другой выход, и все. Эта история будет, на ваш взгляд, иметь продолжение? Просто я знаю, что некоторые начинают думать, что, а может быть, есть смысл ходить с охраны. Я не имею в виду, что Андрей Белецкий может проявлять к вам агрессию, а вообще? Нет, Андрей Белецкий как раз может проявлять агрессию, но ему надо помнить, что я же не сам по себе Алексей Арестович, я человек из офиса президента, в высшей степени неразумно было бы проявлять агрессию представителю высшей власти воюющей стране. Это последняя глупость, которую можно сделать. Что касается, ну как бы на этом все. Я в полицию подавать не собираюсь, потому что это бледные попытки взмаха руки, но это просто несерьезно, с чем я приду, скажем так. Белецкий пытался махнуть в мою сторону рукой, ну как-то это все смешно. Арсен Аваков в своем посту написал, что офис президента нужно обратить на вас внимание и избавиться от вас. В данной ситуации вы получили какой-то фидбэк от офиса президента? Ничего. Мне сделали, меня спросили просто, как это, что это за заявление такое, я говорю, это 4 года назад, и рассказал логику, и все, вопрос закрыт. Не может ли сложиться такая ситуация, что вы наберете на себя максимум негатива, потому что вы человек яркий, вы достаточно много фраз говорите, которые можно по-разному интерпретировать, людей, которые умеют это делать хорошо, достаточно, что в какой-то момент вы наберете на себя максимум негатива, и офис президента от вас избавится, как это было с Андреем Богданом. И что будет? У меня останет очень много времени, а офис президента останет на одного спикера меньше. Кому хуже? Так, переходим к вопросам зрителей. Их уже много накопилось, пока мы с вами обсуждали. Так, по словам Влада Роса, кстати, тоже бывает у нас на канале, президент России, а, это украинская, президент России выделил 1 млрд рублей, чтобы скинуть из посады Володимира Зеленского. Чи правда, это? Кто получил 1 млрд гривен? Президент России выделил 1 млрд рублей. Рублей что-то маловато. Ну, долларов, рублей это сколько? 30 млн долларов, это нечего. Наполовину разворуют по дороге, точнее 90%. А на 3 млн, ну что ты сделаешь в Киеве, если вывезти рядового там с кокуна, это миллион долларов 100 надо дать ему, чтобы он полдня пропрыгал. Поэтому. Так, спрашивают про Паншерское ущелье. Паншерское ущелье, это бывшая в отчинах младша Хамасуда, его сына, который бил сопротивление талибам, и талибы его взяли за 2 дня или за 3, это Паншерское ущелье. Ну, что я могу сказать? Ну, вот, было такое ущелье, а теперь оно под властью талибы. Так, еще один вопрос. Мы будем возвращаться, потому что по этой теме тоже пишут. Яка ситуация с провокацией на границе с Белоруссией зі стрельбою в прикордонный знак? Да, там никаких серьезных последствий, потому что стреляли это дробью, явно браконьеры, где-нибудь проплываю на лодке мимо, ну, то есть это все, не будет иметь последствий. Казуса Белли из этого не сделаешь. Казус Белли, это надо, чтобы жертвы человеческие были, нападение, как гляйвицы, атака радиостанции, все дело. Так, негатива до Арестовича нема, а как бы технологи и блогеры не старались. Кто вас заказывает тогда, если опираться на вопрос, который от зрителей? Ну, смотрите, вот если вам надо было атаковать офис президента, то кого атаковать? Человека, атака на которого вызывает наибольший медийный эффект. Ну, я, наверное, наиболее медийно-резонансная фигура в офисе, в том числе благодаря своим заявлениям и многому другому. Атакуешь меня, всегда сразу получаешь очень большой эффект. Вот в меня все и летит. Ну, кроме того, у очень многих уже это персональная ненависть. Например, у ЕСОС. Мы же получаем информацию с их закрытых совещаний, они же думают, что мы не знаем ничего. А вот там фамилия Арестович звучит по 40 минут подряд. И они говорят, что фамилия Арестович звучит там по 40 минут, они не могут никак с ней расстаться. Так что желающих поработать по мне там, по-моему, предостаточно. Ну, смотрите, вы, да, очень обсуждаемый человек в Украине, но в России на телевидении вы тоже попадаете постоянно. У меня две такой вот силы. Кремлевский и вот наш оппозиционер. С двух сторон. Просто вот буквально, да, на прошлой неделе, кажется, Мария Захарова, пресс-атташе МИДа России, она очень остро реагировала на ваше высказание по поводу того, что Украина спрыгнула с крючка Минских соглашений. То есть, почему так остро и почему целый МИД реагирует на вот крючок? Восемь лет вы пытаетесь держать страну на крючке Минских соглашений. Вы провели две крупнейшие военные операции для этого. Существляете гибридную войну, потом заявляете устами министра иностранных дел России, что мы никогда не позволим Украине сняться с крючками Минских соглашений. Работаете с окружением Байдена, работаете с Францией и Германией, с Меркель изо всех сил работаете для того, пытаетесь ее коррумпировать, ее и Германию этим потоком северным и так далее. А в конце концов, Меркель говорит, что стороной конфликта является Россия на пресс-конференции в Киеве и с ЛНР и ДНР так называемыми переговоры вести нельзя, а именно в этом заключается политика России. А во время встречи с Байденом президента Зеленского вообще не звучит фамилия, вообще не звучат Минские соглашения. Мы же не снялись, мы не отказались от Минских соглашений как таковых. Мы их выполняем, мы ведем по ним переговоры и так далее. Мы снялись в российском варианте. То есть крючок — это попытка российской трактовки этих Минских соглашений и навязывания нам их, понимаете? А это не значит, что мы вышли из Минских соглашений. Нет. Просто им не удалось ни через давление на фронте, ни через давление на нас непосредственно, ни через давление через Запад коллективный навязать нам свою трактовку в Минских соглашений. Ну, вы же помните, что еще пару месяцев назад Сруков говорил, что Минские соглашения — это просто верх дипломатии Российской Федерации, такая взиреть, я хочу сказать, украинскую. То есть для России Минские соглашения — это действительно какая-то такая... Да, это огромное достижение. Они очень много вложились в вторжение в конце августа штатными российскими и международными частями в вторая дебальцевская операция. Это все же обновляет Минск-1 и Минск-2. Они навязали, причем в очень выгодном для себя варианте. В очень выгодном, да. Наши великие подписанты с нашей стороны поработали на российскую дипломатию очень хорошо и заложили мину на много лет вперед. Вот. Но и... Но и... Не вышло. Так, вернемся к теме, которую... По неволе взбесишься, правильно? Которую мы уже обсуждали. Я вот говорю, что мы будем прыгать туда-сюда. Вот по поводу Арсена Авакова. Какие перспективы, на ваш взгляд, его карьеры? И все-таки он будет идти против команды президента? Или же он будет все-таки взаимодействовать? Нет, он обозначился четко. Если бы он пытался взаимодействовать, он бы не отрезал себе пути тем, что... Атаковал меня. То есть, вы же поймите, в политике все очень четко работает. Если ты берешь человека из дома, атакуешь его, ты объявляешь войну всему дому. Меня могут не любить в доме, хотя любят. Но даже если бы не любили, никогда никто не отдаст человека на съедение своей команды. Никогда. Включат все, всю артиллерию, чтобы поставить на место того, кто атакует. Ну, видимо, это и случится с Арсеном Борисовым в ближайшее разумное время какое-то. Что касается его перспективы, ну, так он снял офис на Банковой 3, это прямо рядом с нами. Там, да, рядами стоят такие пропросители. Очень смешно за всем этим наблюдать. И, кроме того, некоторые не стесняясь полицейской формы, как бы, да. Интересная реакция нового министра внутренних дел на все эти хождения. И он обозначил, да, все же четенько. Он сделал 3-4 вещи и одну большую глупость. 3 вещи, одну большую глупость. Как посмотреть? А может быть, 3 большие глупости, 4. Значит, он фотка с бывшими народофронтовцами, фотка с бывшими, с бывшими, с функционерами ЕС, на ЕС на меня. Это большая глупость. И сегодняшнее утреннее загадочное видео селфи с цветами. Очень романтичное, которое он выложил, да. Он не может не трогать всякого, всякого наблюдателя за украинской политикой. Арсен Аваков теперь прямой конкурент Петра Порошенко. Да они, наверное, в связку пошли. Они же понимают, что они по одиночке не вытянут все. И смотрим, да, значит, товарищи из Носкорпуса арестовывают за 120 надписей в Чернигове. Не арестовывают, это подозрение, или что там его предъявили, за 120 надписей по поводу, какой плохой у нас президент в Чернигове, да. И тут же за него вступается художник Паярков и начинает такую же акцию. Кто такие Носкорпус, понятно, кто такой Паярков, понятно, ну, люди объявили тесный союз в связи, так сказать, чтобы возьмемся за руки друзья, чтобы не пропасть по одиночке. Уже забыты мы те самые хрюшки, которым они кидались, помните, забыто дело рюкзаков, забыто дело слежки за сыном Авакова, забыто взаимное обвинение и подсиживание, забыто перебежка Авакова перед выборами на сторону Зеленского, да, и кидок Петра Порошенко, забыты попытки уничтожить Гройсмана как премьера и Яценюка снять Народного фронта. Все забыто, новый враг. Политика так работает. Вот мы как раз команда людей, которые ненавидят такую политику и пришли, чтобы ее изменить. Вообще, весь этот склеп, который они собирают, Гройсман, Яценюк, там, да, вот Авакова, все остальное, он не взлетит. Я уже не знаю, кто им говорит, что они взлетят, а взлетят и имеют какой-то шанс, но они, с другой стороны, чем им заниматься, не сидишь же на пенсии, правильно? Ну, пытаются барахтаться, пытаются что-то себе выбить. Они не взлетят по одной простой причине. Это вот трагедия Разумкова. Мы с вами говорили, да, что он как-то, зачем-то он согласился, чтобы из него лепили как 37-летний пацан согласился, чтобы из него лепили как новую надежду старого мира. Вы же понимаете, выбор очень простой. За всеми этими атаками на Арестове, за всеми этими смешными прыжками Белецкого, за всеми этими селфи и всем остальным стоит одна и та же история. Мы хотим новой Украины. Украина, где разрешены криптовалюты, цифровой Украины, современной, да. Сильной Украины, свободной Украины, где все люди любой национальности чувствуют себя одинаковыми. Они хотят сохранить старую систему, где олигархи дуют бюджет, где царит произвол, где все решается через коррупцию, где все решается через заметание под ковер и распределение этих бюджетов. Мы боремся против этой Украины, она пытается сопротивляться. Но прошлое же не может выиграть у будущего ни при каких обстоятельствах. Поэтому мы спокойны, как танки. Понимаете? И надо все с большой улыбкой смотрим. Так, вопрос от зрителей. Честно, я могу сказать, спойлер, я ответ знаю, потому что мы часто общаемся в этой студии, вы многократно говорили об этом, но зрители спрашивают, поэтому понимаем, что не все в курсе. Как вы относитесь к инициативе Данилова относительно перехода на латиницу? Связана ли эта инициатива с Руссией, Украиной? Ведь, насколько я помню, вы поддерживали шрифт Рутения. Смотрите, здесь же все тоже очень четко. Все эти инициативы мои, Данилова и так далее, они говорят о чем, что, по-моему, все уже трезвые мыслящие люди осознали, что украинская идентификация должна быть дополнена. Она с одной стороны, в чем это дополнение? Оно должно, с одной стороны, исправить некоторую историческую несправедливость, с другой стороны, ответить духу времени и будущего, куда мы идем. Я предлагаю свой вариант, кто-то предлагает еще варианты и так далее, и так далее. Важно, что все серьезные люди об этом говорят. Данилов сказал латинице, так и он далеко не первый. И есть книги, которые сдаются латиницей, есть издательство в Львове, такое много-много лет. И Арестович не первый, кто говорит про Русь, Украина, и не последний. Просто понимаете, в чем фишка? Старая система, она же как реагирует? От чего мы хотим избавиться? В нормальном, открытом обществе, когда предлагается что-то, люди с интересом начинают обсуждать. Плюсы, минусы, зап. У нас сразу реакция первая какая? Бред. Этим нельзя заниматься. Чиновник оскандалился. Ни в коем случае этого нельзя делать. Это люди, которые говорят, что это бред, и этим не надо заниматься, они не понимают, как они выглядят. Глядят, как такие старички-консерваторы, пикеяные жилеты, которые боятся всего нового, боятся отойти от завалинки, боятся посмотреть за горизонт, хоть чуть-чуть. Вот именно от этой идентификации надо избавляться. Это же хуторянство. Российские усилия в значительной степени состоят в том, в информационной борьбе против нас, они заключаются в том, чтобы мы оставались такими хуторянами, вот с такой точки зрения. А если трезво посмотреть на латинку, то возникает очень интересная история. Ну, во-первых, приучение к латинскому алфавиту, это же намного когнитивно упрощает очень усилия по изучению европейских языков или языков на латинице написанных. То есть ты читаешь фактически на родном алфавите только незнакомое слово. С некоторыми изменениями в правилах. Это очень сильно облегчает изучение на странных языков, особенно европейских. Но ведь в Черногории там же такая ситуация. Там в основном в больших городах и в основном везде на латинице, но если уехать в горы, то там... Так есть же разумное решение, которое сербы, например, сделали. У них и латиница, и кириллица. Сделайте на здоровье нашу прекрасную рутению, переведите на латиницу и будет два варианта. Пользуйтесь на здоровье. Почему нет? Со временем 21 века мы шестой страной стали, которая криптовалюта легализовала. Развиваемся инновационно так в этой сфере, что нам завидовать начинают во все уже. Нашему банкингу электронному, нашей ДИИ и все остальное. Тут возможно и нужны самые смелые решения. Но нет, мы будем сидеть и консервативно бухтеть, что вот ни в коем случае нельзя. Нельзя даже это обсуждать, нельзя привносить. И вот такие политики, как Разумков, как там всякие другие смешные люди, они пытаются там ловить хайп на том, что они с народом. Что они же мнение народа не узнавали. Вы не представляете, какой резонанс и ажиотаж вызвала Русь-Украина. Ко мне подходят на улицу по 20 человек в день и благодарят за привнесение этой идеи массами в академическом сообществе, среди самых простых людей и так далее, и так далее. Куча, куча мемов, я их просто не выкладываю. Куча видеороликов, куча фильмов, куча проектов флагов уже выложили, гимновы и всего остального. На народе сразу бах, креативная жилка. Можно творить. Мы дали возможность творить. Украинцы одна из самых творческих наций в мире. И заставлять нас сидеть вот это вот ничего делать не будем, не вижу, не слышу, не разговариваю, не предлагаю. Это вот мечта, цель, о которой наши враги мечтают. Вы представляете, вот Ататюрк, давайте вспомним Ататюрк, запретил самоназвание османы. За феской расстреливал, за ношение фесок, национальная одежда. И за три недели, за три недели перевел с арабского фавита на латиницу. Даже не с кириллицы, которые похожи с арабского фавита. Вы представляете, это все, что мы за три недели на арабский фавит поперешли. Считается, вообще невозможно. Сделал. Представляете, как бы он слушал вот этих вот наших бухтящих по поводу того, что нет латиницы, нет России, нет России, нет России, нет России, которые готовы шагать фигурой через шахматную доску, делать сильные шаги. А те, кто бухтит и боится, их обычно стирает историю ластика. Они либо в зависимость попадают, либо вообще исчезают. Люди спрашивают, когда у нас будет криптогривна? Да, когда-нибудь будет. Это даже не моя сфера. Я могу сказать, что мы шестая страна в мире легализовавшейся криптовалютой. Отчего ожидается большой прирост интереса к Украине и в частности в этой сфере. Так, много достаточно пишут зрители. Я прошу все-таки больше вопросов, чем комментариев. Хотя это я тоже читаю. Вот люди шутят, что пропонуют назвать Украину Америка. Но это, конечно... Соединенные Штаты Украины. Да, почему? Так, да. Даже можно сказать Соединенные Государства Украины, потому что стоит на английском это же и государство. государство в том числе. Мы в первую очередь переводим как штат. Хорошо. Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Ну, это вариант для творчества широкий, на самом деле, простой. Мы же как Австрия. Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже землями надо мерить. У нас есть обособленные районы. Они даже не совсем области. Географически обособлены. Со своей микрокультурой, со своим маленьким субэтносом, со своими обычаями, со своей историей. И вот землями их было бы называть в самый раз, например. Плюс слово близкое каждому украинцу. Так, пока не вопросы зрителей, а то, что сегодня активно писали в телеграм-каналах. Ну, мы же понимаем, что это могут специально что-то разгонять, это могут быть слухи, неправдивая информация. Но, тем не менее, факт, что несколько телеграм-каналов сегодня написали, что Виталий Кличко точно идет в президенты и вот уже с Германией договариваются о своей поддержке. Тогда вопроса два. Верите ли вы, что это так? И второе, почему эта информация сейчас появляется в телеграм-каналах? Ничто так не веселит меня, как вот эти попытки пойти в президенты людей с полуторапроцентным рейтингом. С опорой на Германию, еще с чем-то и так далее. Это все очень смешно. Ну, понимаете, это вот может появиться по двум причинам. Либо кто-то не умный, очень. Либо кто-то хочет спровоцировать Кличко, заказывая от его имени эти заявления, и заставляя его оправдываться, становиться в дурацкую позу или подтверждать, или опровергать. Но в любом случае в позицию оправдывающейся становиться. Но если это наши сделали, то это хорошая технология. Но, скорее всего, наши не делают, потому что, например, тебе без Кличко хватает проблем. Где там тут Кличко? Как бы на фоне тектонических изменений в Восточной Европе, например, и так далее. Идет в президенты на здоровье. Пусть народ проголосует и даст оценку всем этим, как это, идущим в колонии идущих президентов. 17-19 число. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Для нас это важно? Для нас это важно, потому что они пытаются использовать наше население с оккупированных территорий, которым они выдали российские паспорта, ну, плюс Крым. Таких людей около миллиона, по некоторым данным, и больше, если крымчан брать. Фактически, если 2 миллиона, они пытаются выиграть 2-2% населения при том уровне фальсификации, который они затеяли. Это не лишняя история. Более того, 2 человека баллотируются от так называемых ЛНР ДНР. Единая Россия идет на милитаристской риторике. У них такие типа ястребы в первом списке. И, ну, понятно, почему в частности обострения на фронте имеет место быть, скорее всего. И это одна из причин. И это грубейшее нарушение международного права. Кроме того, Российская Федерация организовывая поезда и организовывая голосование, она же расписывается в чем? Что они, во-первых, грубо нарушают Минские соглашения, ну, принципиально нивелируют, фактически выходят из них. Во-вторых, они осуществляют эффективный юридический и транспортный и административный контроль над оккупированными территориями. После этого кричать нас там в «нет» очень сложно. В ЕС, Европарламент вчера принял постановление, о котором рекомендовал Еврокомиссии не признать результаты выборов. В России просто. Многочисленные нарушения. Грузинские территории, наши территории, молдавские территории. А в 2016 году были те же самые нарушения. Точно так же недопуск международных спостерегачи, я бы сказал, российские наблюдатели. Да, точно так же выборы в Крыму, который весь мир и цивилизованный считает украинской территорией. Ну, сейчас к этому всему добавляются еще выборы на оккупированную Донбассе. Тогда были иллюзии. Сейчас иллюзий существенно меньше и противостояние совсем другого градуса намного хуже, чем было в 2016. В 2016 была иллюзия заверения, еще там какая-то, всего два года войны. Сейчас война, восьмой год, идет уже всем все понятно. Посмотрим, что будет. Даже сама угроза непризнания выборов уже очень сильно проблематизирует их легитимность, даже если их потом признают. А может и не признают или признают частично состоявшимися. В любом случае это будет интересно. Вот с точки зрения, да, что мы здесь начинаем обсуждать там Русь-Украина и какие-то изменения в осознании себя, умное голосование команды Навального, которое направлено на то, чтобы единороссы не получили большинство в парламенте и по которой показывают за кого можно голосовать на округе, чтобы перебить единоросса. Так вот, там 63% за кого они предлагают голосовать это коммунисты. Это традиционная оппозиция в России. К чему придет Россия? Ну, будет коммунистическая Российская Федерация. Это очень прикольно. Дело в том, что Мавзолей и Ленин. В России коммунисты это традиционная оппозиция. В России же как это? Путина считают либералом. Пусть даже очень авторитарным, но либералом. Таким же, как Чубайс и такими же, как Гайдар, которые устроили все это вакханалии в 90-х. И с изъемом средств, с книжек, с инфляцией, галлопирующей и прочим, прочим, прочим. Альтернативой являются только коммунисты в России. Вариантов нет. Ну, ЛДПР, но мы же понимаем это. Тоже партия власти, только просим. Коммунисты якобы в оппозиции. Это дилемма еще выборов 1996 года, когда Ельцин, когда Зюганов набрал 86%, а Ельцин 6%, а потом взяли все это, переиграли, договорившись с Зюгановым. Вот. И примерно та же история. Там особо не за кого голосовать. Ну, коммунисты пусть будут. Другая тема. Цена на газ на этой неделе побила рекорды все. В принципе, приблизилась к уровню, мне кажется, 2018 года, когда был вообще мировой рекорд. Мы понимаем, что у нас в Украине теперь цена на газ рыночная. Мы вроде в Европу идем, но платить мы такие деньги населению, в принципе, в большинстве своем не в состоянии. и многие уже президенты, политики, они подскользнулись на теме тарифов. Потому что, когда народ голосует за президента, и социологи делают опросы, что в первую очередь вы от них ожидаете, то последние годы это было снижение тарифов, прекращение войны и уменьшение безработицы. Самые три сложные темы для Украины. Так вот, не подскользнется ли Владимир Зеленский на цене на газ? Кто бы знает, я же не специалист по газу. Но я знаю, что есть твердое намерение удержать прыжок тарифов, оставить их приемлемым для населения. И потом этот газ, который мы брали в России либо реверсным образом закупали в Европе, это же газ для промышленности. Населению хватает того газа, который мы добываем внутри Украины, как правило. Это для потребителей промышленного масштаба. Установка очень твердая, не давать роста тарифов. Посмотрим, как ее выполнят. Но я достаточно оптимистичен. Мы же понимаем, что любая компенсация, она там и при Азарове была, а потом в результате мы имели огромные-огромные дыры. То есть, просто насколько власть сейчас прочна? Это прочная власть. Но рейтинги растут. Где мы видели президента украинского, у которого на третьем году рейтинги растут? Это же невозможно. Было до сих пор. Вот, растут. Так, сейчас я пытаюсь все-таки, а то я задаю все время вопросы от себя, все-таки больше внимания уделить вопросам зрителей. Так, почему Русь-Украина преподносилась как переименование, а не реализация трансформации государства? Людей отталкивает переименование, а не трансформация, в рамках которой будет и переименование. Нет, как раз подавалось как трансформация, в рамках которой переименование 20-е или 150-е дело. Но хотят же услышать то, что как это... Люди же, когда думать не умеют, они реагируют автоматически и вкладывают туда. Это автоматизм предполагает страхи и сомнения. Они сразу решили, что это лучший подарок Путину, что это по путинскому заказу, что теперь мы там будем и они русские, и мы русские, и это один народ и так далее, и так далее. Никто не хочет разбираться. Но благодаря вашим передачам и нашим передачам мы имеем возможность счастливо разъяснять. Мы разъясняем, что главное это трансформация государства, построение нового общества на новых принципах, новой цивилизации, по сути. А переименование, смена символики это все крайне важно. Я не собираюсь принижать это значение, но все-таки не задача номер один. Задача номер один построить другую страну, другое общество по другим принципам. До переименования дело дойдет. Можно двумя путями пойти переименовать, а потом осуществлять программу трансформации. Можно сначала программу трансформации, разъяснение, а потом название само упадет в руки, потому что настолько все станет естественным. Если все по 10 лет играют в компьютерных играх, где Русь, Украина, смотрят научно-практические конференции, фильмы, комиксы и так далее, то потом переименование естественных ход. Народ может попросить. Можно наоборот пойти катать волевым путем и сказать, что мы русы с этой минуты. Русы и украинцы одновременно. У нас же еще одна проблема. У нас же воспринимают это как или-или. Или Русь, или Украина. А на самом деле это и. И Русь, и Украина. Это тоже нужно разъяснить. Тут я увидела... А, нет. Не то. Увидела не то. Хорошо. Значит, вопрос от меня, который обсуждается. Я не знаю, насколько вы владеете этой ситуации, но в офисе президента возможно об этом тоже говорят. Локдаун в ноябре, который в принципе так мягко прогнозирует в МОЗе. Насколько это может быть и опять же насколько Украина к этому готова? МОЗ высказывает допущение, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию, которая постепенненько ухудшается. Возможно, будет локдаун в ноябре, чтобы выйти к новогодним праздникам без локдауна. Но это жучее адаптированный локдаун. Во-первых, 5 миллионов украинцев полностью привиты. Там еще какие-то миллионы привиты минимум одной прививкой. По данным врачей 45%, где-то 40, а то 50, по разным данным уже переболели ковидом. Из моего круга переболели почти уже все. В моем кругу уже многие вторым теперь болеют. Я знаю один или два людей, которые не болели ковидом, остальные все переболевшие. Ну, это значит, что карантин будет адаптивным. Точно уже известно объявили, что не будут блокировать транспорт. Это одна из самых кричащих проблем была. Точно будут работать заведения, если вы показываете прививку. Две прививки или одну, там в зависимости от зоны желтой одну, красные две надо иметь. Точно будут сохранены бизнес, особенно малый бизнес, средний, который бизнес-услуг, ресторан и все остальное, кинотеатры, которые там, залы, концерты и прочее, прочее. Это будет адаптивная история, завязанная на программу вакцинации. И она будет меняться в зависимости от количества заболевших, динамики, гибко пересматриваться и так далее, и так далее. В электронном виде уже подтягиваются справки о этом. Скан показал и зашел. Это будет, даже если будет карантин, он совсем не такой будет, как был. Он гораздо меньше ударит по среднему, малому бизнесу и вообще по людям. Начиная от спорта, заканчивая их повседневными нуждами, там, работой, пожеланием посидеть в ресторан. Возникнут некоторые ограничения, но они будут разумно, адаптивно. Это вовсе не те карантин, когда не было прививок, когда никто не знал, что делать. Все страны в мире искали способы приема и наилучшим способом оказывалось просто банально всех ограничить. И все. Сейчас уже совсем не та история. В прошлом году украинцев часто не пускали в какие-то европейские страны, в том числе и потому, что хоть и по статистике иногда у нас были неплохие результаты, говорили, что там мало тестирований проводят. Ну, то есть они не доверяли нашей статистике. Сейчас после того скандала, который произошел с хасидами, когда около двух тысяч больных людей вернулись в Израиль и их там будут часть людей судить за то, что они получили фейковые справки. Да, насколько теперь вообще, на ваш взгляд, нам будут доверять, насколько наши идеи и вообще распечатанные ковид-тесты и сертификаты вакцинации будут принимать в мире. Так ответ же на этот есть. Я не просто признал наши сертификаты в ДИИ. Они еще продлили их с полугода на год. То есть они год действительно. И за год очень много чего может произойти вплоть до их отмены или еще автоматического продления. Это признано. Как это показываешь сейчас, этот сертификат международный, который у тебя в ДИИ, его сканирует польский пограничник или какой-нибудь там еще европейский или любой стране мира. И пожалуйста, если у тебя две приливки, ты проезжаешь и не имеешь никаких проблем ограничений. Вообще никаких. Так что я не вижу проблем. Так, вопрос от зрителей. Да, кстати, я прошу не писать вопрос 385 раз, потому что вы хотите спросить, когда снизят налоги. Но я не знаю, Алексей, у вас есть ответ на этот вопрос? Да, я не специалист по налогам. Вот, поэтому я прошу перестать писать этот вопрос. Другое. Алексей весьма часто говорит о необходимости построения открытого общества у нас в стране. При этом основную роль в таком построении отдается элитам. Что же делать простому обывателю, дабы помочь? Выбирать правильные элиты. И активнее участвовать как гражданское общество. Подавать пример людям своего круга и своего круга и сигналы власти соответствующие. О том, что здесь неблагополучно, здесь нужно исправить ситуацию, здесь мы недовольны и так далее. В диалоге все рождается. Диалог. У нас же с вами диалог сейчас, правильно? Диалог. Посмотрите, на самом деле уникальная возможность. Я не знаю, найдете ли вы другую страну мира, где представитель главного дома страны может сидеть и отвечать на вопросы зрителей, такие, как она есть, абсолютно не выбирая и не подбирая. Есть ли где-то живые лайфы в Америке, в Израиле, во Франции, мне неизвестно. Я очень сильно подозреваю, что нет. В Украине, пожалуйста, вы можете на меня поругаться, можете высказать недовольствие, можете сказать. Иногда подаются ценные идеи, которые мы с удовольствием подбираем и выслушиваем. Разница между нами и вами состоит не в том, что мы какие-то люди, у которых 28-я хромосома, или мы какие-то особые, просто мы более информированные люди и на нас лежит большая ответственность. Вот и все. Может быть, вы на нашем месте делали бы лучше. Но так идите в политику, потому что если ее чураться рассказывать, мысль банальная, но приходится повторять. Если чураться рассказывать, что там одни негодяи, ну так там и будут одни негодяи, а приличные люди туда не пойдут. У меня, знаете, как страшная дерьма была, морально идти в политику или нет. Тяжелейшая. Несколько лет я ее решил. Я не хотел идти. Не хотел. Пошел, а теперь думаю, как слава Богу, что я пошел. Столько можно хорошего сделать. И сделано уже. И еще будет сделано. И столько хорошего можно услышать? Это десятое дело. Абсолютно не серьезно. Если говорить о деле, это абсолютно не серьезно. Дело надо делать, а не оглядываться на тех, кто говорит. Ну вот слушайте, вот с точки зрения идти в политику, в принципе, если ты там фигура яркая, то ты можешь как взлететь, так против тебя могут объединиться все и власти, и оппозиции, люди, которые совершенно... Демократия – это кровавая драка. Кровавая. Я просто о том, я не знаю, какая судьба будет, например, у Арсения Яцуника. Может, через пять лет он будет самым популярным, не знаю, политиком в стране, ну, кто его знает, да? Ну, скептически, но... Подозреваю, что нет, но мало ли вдруг. Но о том, что человек, который, в принципе, был на коне, стал премьер-министром, который имел, не знаю, доверие и популярность, мы видели, как вокруг объединились элиты, да, и, в принципе, ну, как бы, абсолютно его слили. Я не говорю о том, там, хороший он или плохой. Вопрос о том, что просто это наглядно, да, как человека слили. Может быть, он этого заслуживает, а может и нет. Вы просто свою судьбу, вот, представляете, о том, что против вас могут объединиться все. А сейчас не так? Я читаю сейчас биографию Черчилля, могу вам сказать, он, по-моему, семь раз подавал в отставку самостоятельно, а еще много раз его прокидывали. Уезжал в свое поместье, рисовал там картинки, по полгода был вне политики, его хранили миллион раз. Он же сказал, что он же боевой офицер, воевал много, три или четыре войны прошел. И он сказал, что чем отличается война от политики. Энергии все те же самые, логика все та же самая, но на войне тебя могут убить один раз, а в политике бесконечное количество раз. То есть, как в политике тебя убивают, 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 убивают. Ну, как бы, каждый день можно умирать и возрождаться. Просто одни умеют возрождаться, другие нет. Это тут уже надо быть политическим животным, надо иметь соответствующее чутье политическое, там, логику, канал, если хотите, там, в коллективное, бессознательное, где там какие-то чаяния народа можно выразить или наоборот противопоставить себя им и на этом подняться. Это у кого какие способности, кто что умеет. Есть люди, я могу сказать одно, мой краткий опыт в политике, такой большой, ну, сколько краткий, ну, 9 месяцев уже, там, год за три, как бы на 10. Могу вам сказать, что, если не за пять, в политике есть определенное правило. Это профессия требует призвания, то есть люди даже рождаются как политиками, как художниками, то есть совершенно отдельный жанр. И быть профессиональным политиком, это совершенно отдельная, вот, как бы профессия такая же. У нас принято, что политика может быть кто угодно, ну, как-то так вот принято, был медиком, стал политиком, был инженером, стал политиком. На самом деле, очень много политиков, которые не только не политики по духу своему, но и они даже не профессиональные политики, хотя много лет находятся в политике. А вот если ты профессиональный политик, то есть ты учишься политике, делаешь выводы, корректируешь поведение, понимаешь логику, а кроме того, еще прирожденный, я не думаю, что следить человека легко. А вот если тебя занесло, он ситуативно, например, ты профессиональный политик, но по духу ты не политик, нет у тебя призвания, тебя введет в сторону. Или наоборот, ты профессиональный политик, но не хочешь учиться, тебя тоже снесет. Есть люди, которые идут через века и остаются политиками. Есть люди, которые загорелись. Помните, было такое зимое поколение, там всякое такое, исчезли и нету их. Поэтому надо различать политиков, политику и политические проекты. Это очень разные вещи. Те, кто профессиональный политик с чутьем, родился для этого, имеет соответствующий талант, не боятся ничего. Посидит человек какое-то время в отставке. Потом придут и попросят снова, потому что могу вам сказать, что скамейка запасных настолько маленькая, что так или иначе, если ты хоть что-нибудь из себя представляешь и имеешь политическое чутье, то так или иначе востребуют, попросят. Все, как Черчилль шел в отставку, вернулся министром. Выгнали, вернулся министром еще более высокого ранга. И так вот постепенно, постепенно. Пишут вопросы зрителей, я, честно, даже не в курсе. Пишут президентский университет, что это будет? Ну, на него впервые выделили финансирование, по-моему, 70 миллиардов грин, там начинает его строительство. Как-то мимо меня это прошло. Да, ну, президент объявил, что хочет президентский университет, где готовятся специалисты лучшего профиля по естественным наукам и кибернетике. Вот он в первую очередь очень. Физика, химия, теоретическая физика, химия, ну, кибернетические науки. Там та самая зарплата преподавателю 4 тысячи долларов, планируется, да, как когда-то они удачно заявили, мемом стало. Это строительство новых корпусов на ВДНХ, должен быть очень престижный, красивый, похожий, как на Валенсию университет, который там гордостью является, такой необычной в туристической архитектуре, со всеми этими делами. Вот его начинают строительство. Идея родилась в прошлом году, а вот бюджет же тогда уже был, и вот сейчас новый бюджет внесены уже. Средства его начинают строить. За 5 лет должны построить, или даже чуть меньше. И он должен принять первых учеников, первую профессору и поехать. Готовить специалистов для новой будущей Украины. Интересный вопрос. Я не знаю, он из России или из Украины. Звучит так. Каким образом нужно действовать адекватным россиянам на следующих выборах, которые против Путина и агрессивной политики? Можно ли поменять ситуацию изнутри в условиях России? Ну, Россия, как говорил кто-то умный из россиян, это абсолютная монархия, ограниченная бунтом. Ну, есть традиционное средство российских бунт, мирный протест, там, решительный протест, назовем это так, и так далее, и так далее. Но, скорее всего, в России власть меняют дворцовый переворот. Это традиционный способ изменения российской власти. Когда-нибудь Владимир Владимирович надоест, а там дальше табакерка, что там, шарф, еще и другие способы и так далее. Получите вы другую власть, даже не успев этого самого. А так, ну, надо изучать опыт активного и пассивного сопротивления в разных странах. Того же вашего Владивостока, который сопротивлялся три месяца практически, да, там, и белый ленточник, вот этого всего движения и так далее. Опыт диссидента. Вот, лидера у вас там вполне себе хватает. Начинает Гарри Каспарова, заканчивая Навальным, тем же самым. Человек как в исламе. Три вида джихада. Берешь автомат, стреляешь. Второй джихад помогаешь тем, кто стреляет. И если совсем уже невыносимая ситуация, кругом враги, ты даже признаться не можешь, что ты мусульманин, ты ведешь внутренний джихад. Внутренний джихад – это несогласие с тем, что происходит. Ты даже участвуешь в этом, но внутренне соглашаешься. Этого достаточно, чтобы ты считался тем, кто борется. Не соглашайтесь. Можете даже участвовать, если выхода нет. Не соглашайтесь. И режим обязательно рухнет рано или поздно. Как вы смотрите на историю с Геолерусом? Я всегда очень дурно относился к людям, которые были в команде, потому что шли и начали ее поливать. Я из семьи офицеров, меня с детства учили, что ты можешь ненавидеть человека, поругаться с ним, поссориться. Он может быть негодяем. Но если вы работали в своем месте, мусор из избы выносить нельзя. То, что в доме было, в доме должно остаться. Это элементарная порядочность, гигиена и так далее. Человек был слугой народа. Он вышел и начал поливать, 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 поливать. От одного возникает вопрос – зачем ты работал с ними? Зачем ты избирался от слуги народа? Ну понятно, что он осознал и пятое, и пятое, и пятое, и сятое, но осознал молчу себе в тряпочку, пока не при власти, по крайней мере. Это все даже очень дурно пахнет. Потом напишешь книжку мемуаров или дашь когда они уже будут не у власти, перестанут быть профессиональными политиками или политиками вообще, скажешь, вот так было спустя много лет воспоминания. Но если ты начинаешь активно работать, то с тобой начинают случаться всякие чудеса. Например, могут записать твою беседу, где ты говоришь, надо же жечь Мерседес и таким образом стать чуть более диссидентом, чем есть. Опять же, прямые попытки оскорблять президента, оскорблять властника Рымака, властную команду, они же никого не украшают. Ну, конечно, у нас государство рабочих и крестьян после 1917 года, но все-таки хотелось бы, чтобы даже, как это, рабочие и крестьяне вели себя, ну, как-то, что ли, приличнее. Приличнее. А тут народный депутат, Держан и Деячи. Ну, я не понимаю. Я всегда прошу вопросы задавать, но иногда комментарии тоже не могу не прочитать. Арестовича нечистые силы стараются сбить. И тут я, вот знаете, вспоминаю Путина, который ездит к шаманам куда-то. И вообще, ну, достаточно много политиков, они такими оккультными вещами занимаются. Мне проще. Как вы, вот вообще, просто интересно, как вы к этому относитесь и насколько вы верите в астрологию, предсказания, какие-то шаманские вещи. У меня есть политик. Раз на делу пришел, и как новенький, да. Поэтому со зрителями пообщался, с вами пообщался. Как рукой с ним. Так, я даже уже потерялась. Какой вопрос я хотела еще вам задать? Сейчас буквально у нас уже заканчивается эфирное время. Ну, я думаю, кто-то из зрителей должен быть какой-то джекпот. Вообще, я смотрю, что чат у нас популярный, потому что уже люди начинают рекламу сюда, отправляют. Продам-продам джинсы. Да, так, все. Пытаюсь найти последний вопрос. Если нет, то ставлю свой и заканчиваем. Ой, ну, это, конечно, важный вопрос, не достроив Киевы и области, когда решатся проблемы. Но я не уверена, что это не к вам вопрос. Разве что пойдем достраивать сразу после эфира. Так, Алексей, ну, хорошо, давайте так. Самый лучший вопрос теперь, который напишут здесь, я задам вам уже в нашем следующем эфире. Не успели зрители. Спасибо вам большое, Алексей. Огромное спасибо вам. Я думаю, до следующего четверга вы нам подарите еще много тем. По еще парочку скандалов. Да, это же моя работа. Хорошо, спасибо вам большое. С нами был Алексей Арестович. Оставайтесь на Политеке. Пишите, лайкайте, смотрите. Я, Инга Мизири, с вами прощаюсь.